Хуже, чем в 2013-м. Навигация на грани срыва. Вода в реке Лена этим летом упала намного раньше, чем в прошлом году. Сегодня в Усть-Куте остается 30 тысяч тонн технического груза для подразделения акционерной компании «Алроса». Но везут его по крупицам. Обо всем подробнее Олеся Васева. Долгожданные осадки в Иркутской области полмесяца назад вселили надежду. Груз повезут. Уровень воды с критических 115 сантиметров на лимитирующих перекатах поднялся до обнадеживающих 160. Сюда грузили на 50-70%. Везли ГСМ и технический груз для компании «Алроса». Привлекали сторонних перевозчиков. Это дороже, но на это не оглядывались. Дело в том, что у компании есть опыт уже, когда незавезенный груз был перевезен зимником. И поэтому затраты, которые компания понесла на зимних перевозках, они несоизмеримы с затратами, которые, возможно, понесем мы при перевозке в навигацию. Дополнительный флот, повышение уровня воды в реке и новая схема догрузки судов. Ее осуществляет бригада сотрудников Ленского отделения ОМТС на Мандринском плёсе, где установлен плавкран. Все это дало положительный, но временный эффект. На складах у Иркутского отделения ОМТС сейчас остается груз компании «Алроса». Но это не то количество, чтобы паниковать. В Ленское отделение поступила его большая часть. И речники, и логисты ждут осеннюю дождливую погоду. Тогда груз успеют довезти до Ленска. В противном случае его доставка возрастет в цене в три раза. Олеся Васёва, Михаил Сенаторов, Руслан Кириллов. Телеканал «Алмазный край». Руслан Кириллов. Телеканал «Алмазный край».